Всем привет! Сегодня у нас в гостях Владимир Халбаев. Владимир дизайнер и у него интересный очень кейс. Он стал самым высокооплачиваемым дизайнером в своем городе и наладил в принципе продажи. Вышел с эконом плюс бизнес клиента и сделал это все достаточно быстро, там за два месяца. Расскажи немножко о себе, а потом немножко о том, как чем ты занимаешься, как тебе удалось добиться этих результатов? Я 8 лет занимаюсь дизайном, все это время был фрилансером. Полтора года прохожу обучение Станислава и вот за последние несколько месяцев, примерно с лета, прям такой прогресс у меня начался. Пошли заказы хорошие, интересные клиенты, проекты интересные. Взял сотрудников, инвирил систему управления, документы прописал. Но в какой-то момент резко стало не хватать клиентов, ну и денег вообще, кассовые разрывы появились и я обратился к Стасу с вопросом, как увеличить, сделать поток заявок стабильным и увеличить конверсию встреч в продаже. У тебя еще была задача, насколько я помню, выйти, уровень клиентов немножко поднять и ценник свой поднять. У тебя было две тысячи, да, по-моему, сейчас за двух с половиной, да, ты поднял? Да, две тысячи было за квадратный метр. Хотел до двух с половиной поднять, но как-то совесть не позволяла, что ли. Вот, но так внутренне решил, что все, я поднимаю, поднял, но все равно что-то мешало. И вот спустя неделю, примерно две, там я увидел проекты дизайнеров, которые вот у нас в городе работают. Я подумал, что две пятьсот даже, по-моему, мало, потому что люди, которые продают за полторы-две, там, ну просто вообще, ну не знаю, этих денег не стоило. В каком-то городе? Это Улан-Удэ, Бурятия. А сколько жителей у вас в городе, сколько у вас там есть вообще клиенты? 400 тысяч населения здесь, клиенты есть, как оказалось. И не только эконом, да, потому что многие спрашивают у меня часто, вот вам хорошо в Москве, вы там, мы в маленьком городе, у нас там население маленькое, денег нет, клиентов нет, вот оказывается, вот у тебя тоже есть, то есть в целом кто-то строит и заказывает кто-то у кого-то. Да, у меня тоже такое мнение поначалу складывалось, когда особенно там в течение двух месяцев нет вообще ни одного клиента, очень тяжелое кажется. Ну, думаешь, надо все, короче, валить отсюда, работать на Москву, и клиенты есть везде. Окей, как ты переборол эту тему? Это самое, наверное, интересное сейчас наши зрители и слушатели. Многие в таком ситуации, я точно знаю, да, и думают, окей, что ж ты делал? Как вот ты, не было клиентов там сколько-то месяцев, что ты стал делать, что они появились? Может быть, ты поменял как-то отношение свое, либо что-то делал, стать конкретной. Расскажи, как у тебя это получилось? Давай сначала, подожди, давай сначала, чтобы было понятно кейс, да, у тебя какой-то. То есть ты вот там, не знаю, вчера мне сказал, что там продал на 950 тысяч рублей, да, в городе, когда клиентов нет, там с двух проектов. А еще ранее неделю ты говорил, что на 3 600, да, на 4 купили, там 2 отказалась или 1. В итоге 3 600 у тебя миллиона, то есть это вот… Нет, на 3 продал, на 2 600 заключил заговоры. А, наоборот, окей. Но все равно, да, состояние, что типа нет клиентов, надо уезжать, да состояние, что ты продал более сейчас, чем на 3 миллиона, заключил сделок. Это вот то, что сейчас кейс, почему мы там связываемся, почему интересно это рассказать. Какие действия ты совершал, да, что-то делал, как ты менял, не знаю, ментальные какие-то отношения или что-то еще, рекламу делал. Расскажи. Что было у меня до этого, сейчас расскажу. Получается Instagram, ну, вообще практически никак не упакован. Stories, там, ну, захотел, снял, захотел, там, не снял, то есть пришел, там, две недели снимаю, потом месяц пропал. В общем, ну, как-то нестабильно. Сайт собирал сам, не очень хорошего качества, практически оттуда заявок не было, рекламу нигде не давал. Первое, что сделал с помощью своей, да, и с Дашей Ковач, определил уникальность свою, как-то выделился на фоне всех предложений, которые у нас в городе существуют. Объяснил, почему именно я это делаю и как я это делаю. А можешь рассказать кратко, да, вот в чем, как бы, уникальность, ну, твоя, что ты клиентам говоришь, как вот они принимают решение, что, да, вот, там, какая-то уникальность, как они понимают, во-первых, да, и, как бы, как ты доносишь эти смыслы? Я делаю современные, практичные интерьеры. Ну, так же все делают, как они понимают, да. Да, 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 это делают все, как бы, и у меня, как бы, вот, я думал, а как выделиться, да. И вот попытался развернуть, получается, два этих понятия, современные и практичные, и у меня получилось, что я создаю актуальные на десятилетия интерьеры, в которых легко поддерживают порядок. Это сейчас мой основной оффер, на который, ну, 90% клиентов приходят. И там у тебя есть технология, как это делать, действительно, да, что ты не просто это, там, придумал себе статус, а у тебя способности, ты это уже делал, у тебя это делалось, и получалось, именно за это у тебя покупали, и именно это ты теперь выявил и транслируешь осознанно. Да, есть семь принципов стиля, так называемые, которые я применяю во всех своих проектах, и они основаны на моем опыте, на прошлом, и я вот как раз-таки в Инстаграме объясняю, да, у себя, почему именно их я использую, и как это влияет на дизайн, почему он современный и практичный, соответственно, вот, почему легко в нем поддерживают порядок. Окей, и ты, получается, как бы описал свой стиль, можно так сказать, либо свой подход, и люди стали, ты стала демонстрировать это, люди это увидели и такие сказали, окей, мы хотим, как бы, с ним, как минимум, поговорить. Так получается, и ты стал приглашать людей именно на этот вот оффер на встрече. Да, таргетированную рекламу в Инстаграме запустил. А вот многие говорят, что реклама не работает, да, вот, как бы, мы запускали, ничего это не работает, как ты запустил, что она у тебя сработала, то есть, почему у тебя работает там, у кого-то нет, что ты делал, можешь какие-то советы дать? Ну, допустим, я очень часто вижу рекламу дизайнеров, которые, как сейчас, я понимаю, не работают. Там какие-то примеры интерьеров, визуализация очень часто, и подпись там, типа, интерьер там для кого-то, такой-то площади как бы, ну и что, как бы, ну, ничем не цикляет. Так у всех. Да, как и у всех. Очень в моем случае, что повлияло, да, я приглашал людей именно на свой стиль, вот это вот описание, и предлагал им встречаться не просто так, что давайте встретимся, я вам сейчас буду продавать, а давал им пользу, они приходят ко мне с планировкой, и я сразу же им предлагаю решение, рассчитываю бюджет, и примерно вот сроки показывают, да, сколько проектирования и сколько будет длиться ремонт. То есть у людей очень много, часто, точнее, есть какие-то стереотипы там по бюджету, по срокам, и вообще они не знают, что такое дизайн интерьера, ни разу с дизайнерами не работали. Здесь у них открываются глаза, и они уже как бы понимают и готовы купить, потому что видят ценность, и им не кажется, что вот эта стоимость там 2 или 2 500, что это уже дорого. Слушай, ну то, что ты сейчас рассказал, в принципе, так многие дизайнеры стараются делать. У тебя, наверное, какая-то есть фишка какая-то, да, какой-то подход, да, все равно, ну то есть, условно, ты же не просто им там рисуешь на салфетке интерьер, да, а как ты еще взаимодействуешь, да, ну что-то, у тебя есть технология какая-то, продаж или что. Как получается так, что одни дизайнеры консультируют, и как бы они говорят, ну спасибо, я подумаю, было ли у тебя так же, что люди уходили, типа, думать. И как ты прямо навстречу, насколько я понял, закрываешь сделку. Это вот самое интересное, что не консультировать, а продавать, не продавая. У тебя так получается? Да, так получается, а поначалу, смотри, у меня было, что я уходил в консультацию, прямо очень много информации давал, выливал на человека, и люди там с такой большой головой, в общем, от меня уходили. Тяжело было им, как бы, освоить, и тем более купить сразу, ну, было очень тяжело. Еще у меня такой внутренний настрой был, типа, я иду навстречу, сейчас буду продавать, жестко, не знаю, такой соревновательный подход был. Где-то недели-полторы я так практиковал, но у меня ни одного результата, в общем, закрытия сделки не было. После этого было какое-то немножко разочарование, апатия. Я подумал, ладно, я буду сейчас приглашать навстречу, но продавать не буду. Буду максимально просто делиться с людьми пользой, спрашивать, что им надо, и предлагать вот их потребности, да, получается, свои услуги. Так стало гораздо легче общаться с людьми. Люди раскрываются, рассказывают о том, что они хотят, что им ценно. Через эти вопросы я предлагаю, говорю им, что могу закрыть их потребности, получается, и свои услуги. То есть ты как бы пользуешься технологией некой презентации, да, на которой ты не столько консультируешь, сколько помогаешь людям осознать потребность и осознать ее, и спросить у тебя именно, ну, или ты там уже рассказываешь именно по этим потребностям, как твоего продукта, услуга может быть полезна. То есть ты по технологии идешь? Да. Хорошо. Ну, в целом, да. Здорово. Технологии, скажи, пожалуйста, вот тоже, наверное, интересно, потому что самое-то главное как раз-таки, вот было ли у тебя так, что ты знал, в принципе, что так надо делать, да, но не применял. Вот эти вот полторы первой недели, когда вроде как бы, ну, не получалось, и потом, что как бы поменялось? Как вот ты с позиции «я знаю, как надо, но не получается», перешел на позицию, что «окей, у меня стало получаться». То есть было какие-то такие вот замечания, ментальные какие-то установки, вещи, не знаю, просто поделись. Вот я говорю, вот в самом начале у меня было прям такое напряжение, что там сейчас я пойду, сейчас всем продам, как бы, а спустя там полторы-две недели как-то легче к этому относиться. То есть не продавать людям, самое важное, считаю, а искренне пытаться помочь. Но если делать при этом по технологии, то они сами покупают. Да. Интересно. Хорошо, хорошо, здорово. Расскажи тогда, пожалуйста, вот там про технологию, скажем так, ну, примерно, там, какую ты применяешь в общении. Вот расскажи вот последний кейс, если ты можешь, ну, если там не секрет, да, там условно вот те сделки, которые у тебя были, там 2-3 кейса, может, там расскажи, чтобы было просто проиллюстрировать конкретно, да, чтобы за клиента приходят там по рекламе, да, потому что многие говорят, надо только по рекомендациям. У тебя, получается, клиенты приходят по рекламе, на твою уникальность, приходят на твое предложение, ты с ними встречаешься, как-то беседуешь, и они у тебя как-то покупают, там, на 950 тысячи, там, и на 2-600. Вот какие-то там, не знаю, два интересного случая возьми, пожалуйста, ну, как бы, или один, там, какой интересный. Расскажи, вот, поподробнее можешь поделиться, что за люди, и что ты делал, и как было? Люди разные, у всех разные потребности, бюджеты разные, но суть их, как бы, ну, потребности все равно в одном, это сделать качественно, за разумный бюджет, в разумные сроки. И главное, эти потребности выявить в самом начале разговора, да. Приходят через рекламу, смотрят аккаунт в Инстаграме, пишут в Директ, самим очень часто написать, сложно написать, поэтому в сторис, вот, есть наклейки, да, когда приглашаю, там, на консультацию бесплатную, там, или в подарок, на разборы, там, ну, очень много разных схем использую, постоянно разные туда пишут, и там я уже начинаю фильтровать по бюджету, по площади, самых целевых, закрываю навстречу. Пишу, что сделаю вам разбор, полезно ли вам это будет, я спрашиваю, пишут, что да, тогда, говорю, да, давайте все встречаться. И навстречу уже, соответственно, проходит разбор и продажа. Здорово, интересно. Ну, классно, у тебя отличные результаты, отлично получается. Скажи, пожалуйста, ну, мы с тобой работали достаточно там плотно, расскажи немножко там о работе, о сотрудничестве там, наверное. Вот, хочу тебя, наверное, отзыв, да, взять, потому что, как ты шел, потому что у нас была такая, как бы, история, что, там, когда у тебя была ситуация, что захотелось наладить продажи, да, мы с тобой побеседовали, ты говоришь, да, хочу, мне это интересно, я тебе там сделал предложение, и ты говоришь, ну, давай попробуем. Вот, значит, вот расскажи, как шло там обучение, как ты менял вот эту тему, то есть, такой, как рекомендацию, либо отзыв, да, если ты сможешь. То есть, насколько оправдалось свои ожидания, насколько было страшно решиться, и было ли полезно, скажем так. Ну, во-первых, пришел с одной целью, результат превысил ее, поскольку там, в пять раз, да. Да, а у тебя какая была цель, то есть, на чем договорились? 600 тысяч, ну, мне на 600 тысяч надо было заключить договоры. И повысить чек еще с двух до двух с половиной? Да. Так, и сколько у тебя получилось в итоге? Ну, уже больше трех, там, три с половиной уже почти. Да, даже больше трех с половиной, и, ну, и чек мой 2,500 сейчас. Прикольно. Было ли там сложно принять решение, страшно? Как, было ли там сложно поверить, что это работает, что сработает технология? Нет, почему-то сомнений в начале самого не было, а вот спустя две недели первых, когда не было продаж, ну, да, было как-то... Пока внедрение именно технологии шло, да, что пока ты как бы ее переваривал, но это всегда бывает, то есть, есть два сложных момента. Вначале, пока еще у тебя, ну, когда ты катаешься на велосипеде, да, ты еще как бы, ну, не уверен в себе, можешь упасть. Вот это как бы такой-такой момент, не все всегда получается. И второе, примерно через месяц, вот тоже всем даю рекомендации, ну, у тебя, наверное, это прошла уже тема, то есть, постоянно нужно практиковаться в продажах и в общении. То есть, никогда, даже если у тебя уже достаточно клиентов, нельзя прерывать эту цепочку, тогда у тебя навык теряется. То есть, всегда-всегда у тебя должны быть как бы в очереди этих людей. Вот, поэтому ты в первую как бы ямочку упал, но потом получается ты все равно... Вот это, кстати, классное тоже качество, да, когда трудности, ты понимаешь, что есть технологии, что надо действовать. Была ли поддержка? То есть, мы с тобой достаточно много беседовали и общались, что тебе там запомнилось, может быть, расскажи. Какие-то, не знаю, советы, рекомендации, поддержка, может быть, еще что-то. Да, очень сильно помог. Я записывал консультации свои, разборы вот эти, отправлял тебе на прослушивание, ты мне давал комментарии по ним и указывал на ошибки и где можно улучшить. Вот это очень сильно помогло, и по этому же принципу я стал переслушивать свои записи, ну, уже без тебя, да, и замечал снова свои ошибки и убирал их. Вот, эта технология очень такая эффективная для меня оказалась. А сколько ты сделал всего, ну, встреч? Так, чуть больше 30 где-то. То есть, за 30 ты, как бы, навык себе поставил. Ну, как ты считаешь, у тебя сейчас, ну, не только вот продажи, да, потому что наша задача была не только, условно, тебе там на 600 тысяч продать по 2 500 чеки, но еще и навык получить. Как ты считаешь, как бы, ну, навык тебе более-менее понятен? Можешь ли ты, как бы, дальше самостоятельно двигаться в этом направлении? Да, конечно, вообще легко. То есть, 30 встреч по технологии и получается? Да. Круто. Супер, спасибо тебе за интересный интервью и рассказ. Я твои контакты дам под этим видео, там, чтобы ребята могли, там, не знаю, обратиться, посмотреть. Рекомендовал бы ты кому что по продажам, либо по систематизации, получается, у меня в разных продуктах находишься, ну, учишься, да, и по созданию студии компании, и по, там, продажам. Кому бы ты, может, порекомендовал, или вот какие-то напутствия, да, и там, ребятам, которые слушают наш сейчас, кто находится там в такой ситуации, в которой ты был раньше, или там информацию хочет пройти? Да, вообще, абсолютно всем дизайнерам, вообще, даже творческим профессионалам, которые собираются перейти с уровня фрилансера на уровень предпринимателя, рекомендую поработать со Станиславом. Помимо того, что есть очень большая база знаний, это крутой комьюнити, который вокруг вот тебя крутится, да, мы не просто вот учимся у тебя, а между собой еще общаясь, также делимся своими навыками, наработками, и вот очень сильно развивает. Если бы без общения с тобой и с нашей студией-лайв-группой, не знаю, я бы, наверное, еще на том же своем месте сторон находился. Вот, так что всем рекомендую. Окей. Главное, ну, как бы, многие, знаешь, такое, типа, а вдруг у меня не получится, а вдруг там тяжело, а стоят ли деньги, деньги немалые, но, как бы, вот, что ты на такое возражение сказал? Мне тоже в самом начале, когда я оплачивал курс студии-лайв, мне казалось, тогда это очень много. Через буквально там полгода, когда я все осознал, увидел весь объем информации, который у тебя там дается, я подумал, что это очень маленькая цена, на самом деле. Такой объем, ну, я бы оценил где-то, ну, не знаю, миллион или даже больше. Спасибо. Супер. Ну и в завершение расскажи, какие у тебя сейчас планы, да, то есть как ты планируешь там сам развиваться, продажи, повышать чек, студию, что ты планируешь делать там в ближайшее время? Сейчас работаю, получается, на систематизации студии, больше все процессы оттачиваем, внедряем шаблоны всех промежуточных документов. Получается, шаблоны помогают? Да, да, очень сильно. Летом внедрили систему управления проектами, даже новички, которые приходят в студию, сразу же их учить ничему не надо, в каждом, получается, этапе все прописано, они читают описание задачи и сразу же его выполняют без ошибок. А ты уже делегировал, да, у тебя дизайнеры работают, получается? Да, я практически все делегировал, сейчас я как ведущий дизайнер, все проекты через меня проходят, я проверяю, а всю рутину... И как продавец? Да, да, да. Нравится тебе это дело вообще продавать? Слушай, вообще классно себя ощущаю. Никогда бы не подумал, да? Я наконец-то ощутил себя полноценным предпринимателем. Отлично. Хорошо, хорошо. Спасибо, Владимир, да, очень приятно, очень прикольно там с тобой пообщаться. Есть у тебя что-то, что еще хочешь сказать в завершении нашим зрителям, чтобы вдохновить, может быть? Потому что твой, конечно, результат очень классный, здорово. И вот ты такой вот как бы простой парень, да, и нашел в себе там силы и изменить абсолютно там свою профессиональную деятельность. И вижу, ты сам как бы улыбаешься тоже, как бы и лично, наверное, какое-то там удовлетворение получил. И сделал это именно своими руками. То есть, да, обучение обучением, но я всегда говорю, что ты сам это сделал. Потому что многие, у кого такой же шанс или возможность была, они ее упустили и ничего не сделали. Вот, поэтому, как бы это, конечно, твоя огромная заслуга. И это очень круто. Есть у тебя что пожелать в финале ребятам? Тебе в первую очередь благодарность большая за ту работу, которую мы провели с тобой, за ту информацию, которую ты даешь. Очень все так систематично, своевременно и очень качественно. То есть, ну, работа не просто вот тебе как бы информация, делай ее как надо, да, а работа на результат. То есть, ты очень четко видишь и подмечаешь, где лучше исправить. Рекомендую всем работать с тобой, особенно кто находится в самом начале пути, как я был там полтора года назад, да. Ну и профессионалам, которые не могут систематизировать процессы. Спасибо. Спасибо, Владимир, за интервью. Все, пока, увидимся. Всем до новых встреч. Желаем вам до успешных проектов и развиваться. Развиваться в деньгах, в эмоциях, в удовольствии и в новых перспективах для себя. Пока. Как это получилось у Владимира. Я очень рад, что у тебя прям такой кайфовый результат. Спасибо. Спасибо.